Здравствуйте, дорогие друзья! А также в Запорожской и Херсонской областях не могут быть допущены на территорию Евросоюза. Мол, данные граждане России являются незаконными гражданами России, поскольку данные территории являются оккупированными территориями. Абхазия и Южная Осетия – это оккупированные земли Грузии, а Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются оккупированными территориями Украины. И, казалось бы, ничего, Евросоюз принял подобный закон, опираясь на международные нормы. То есть с точки зрения международного права Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии, весь мир это признает как грузинские земли, а Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – это территории Украины. Весь мир это признает, и Евросоюз, естественно, принял закон, опираясь на все международные нормы. И самое парадоксальное заключается в том, что самопровозглашенный министр иностранных дел, самопровозглашенный республики Абхазия Инал Ардимба сделал возмутительное заявление, что это возмутительно, какое они имели право не пускать наших, подчеркиваю, граждан на территории Евросоюза, на территорию Шейнгенской зоны, это возмутительно и так далее и тому подобное. Я честно скажу, я не знаю под воздействием, какого чуднодейственного препарата находится так называемый глава МИД Абхазии Инал Ардимба, когда делает подобные заявления. Вот что значит «наших граждан»? Речь идет о российских гражданах. У вас даже паспортов своих нет. У вас у всех почти российские паспорта. Вы все граждане Российской Федерации. Какая же вы независимая республика, если у вас российские паспорта, у вас российская валюта, у вас нет своей валюты. Может быть, есть так для виду, мол, типа, мы независимое государство, и у нас есть своя собственная валюта, которая, кстати говоря, там никакой роли не имеет. Там все решает российский рубль. Мы независимое государство, у нас есть свои паспорта, вот они. Ну, для вида, может быть, есть, а по факту нет. Они все граждане России, де-факто. Ну, Россия же выдала свои паспорта на оккупированных грузинских и украинских территориях. Ну, сейчас я говорю о грузинских территориях, не о украинских. Наших граждан. Вы что, тоже гражданин Российской Федерации? Если вы гражданин Российской Федерации, то как вы можете быть главой МИД Абхазии? Ведь Абхазия – это независимое, в кавычках, государство. И вы никак не можете понять своим мозгом, что Абхазия – это территория Грузии. Весь мир признает данные территории как грузинские территории. Да, Россия и ряд некоторых стран, там, по-моему, три или четыре страны, кроме Российской Федерации, признали вашу независимость. Но они сделали это не потому, что они считают вас независимыми, а потому, что Россия так решила, и они в какой-то степени зависят от России. Как только Россия отзовет свое признание, то все, они тоже отзовут. А Россия отзовет – это всего лишь вопрос времени. Абхазия является неотъемлемой частью Грузии. И да здравствует Грузия. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok